Ганс Христиан Андерсон «Ветер-то! Ветер-то так и кусает, просто Люба! А ты что таращишься, пучеглазая?» Это он про солнце говорил, которое как раз заходило. «Впрочем, валяй, валяй! Я и не моргну! Устоим!» Вместо глаз у него торчали два осколка кровельной черепицы. Вместо рта красовался обломок старых краблей. Значит, он был и с зубами. На свет он появился под радостное «Ура! Мальчишек!» Под звон бубенчиков, скрип полозьев и щелканье из возчих кнутов. Солнце зашло, и на голубое небо выплыла луна. Полная, ясная. «Ишь! С другой стороны ползет!» — сказал снеговик. Он думал, что это опять солнце показалось. «Я все-таки отучил его пялить на меня глаза. Пусть себе висит и светит потихоньку, чтобы мне было видно себя. Ах, как бы мне ухитриться как-нибудь сдвинуться! Так бы и побежал туда на лед покататься, как давеча мальчишки! Беда! Не могу сдвинуться с места!» «Вон, вон!» — залаял старый цепной пес. Он немножко охрип, ведь когда-то он был комнатной собачкой и лежал у печки. «Солнце выучит тебя двигаться! Я видел, что было в прошлом году с таким, как ты. И в позапрошлом тоже. Вон, вон! Все убрались вон!» «О чем ты толкуешь, дружище?» — сказал снеговик. «Вон та пучеглазая выучит меня двигаться!» Снеговик говорил про луну. «Она сама-то удрала от меня давеча. Я так пристально посмотрел на нее в упор. А теперь вон!» — опять выползла, с другой стороны. «Много ты мыслишь!» — сказал цепной пес. «Ну да, ведь тебя только что вылепили. Та, что глядит теперь — луна. А то, что ушло — солнце. Оно опять вернется завтра. Уж оно подвинет тебя прямо в канаву. Погода переменится. О! Я чую, левая нога заныла. Переменится, переменится!» «Не пойму я тебя что-то», — сказал снеговик. «А сдается, ты сулишь мне недоброе! То красноглазое, что зовут солнцем, тоже мне недруг! Я уж чую!» «Вон, вон!» — пролаяла цепная собака, три раза повернувшись вокруг самой себя и улеглась в своей конуре спать. Погода и в самом деле переменилась. К утру вся окрестность была окутана густым текучим туманом. Потом подул резкий леденящий ветер и затрещал мороз. А что за красота, когда взошло солнышко? Деревья и кусты в саду стояли все покрытые иенем. Точно лес из белых кораллов. Все ветви словно оделись блестящими белыми цветочками. Мельчайшие разветвления, которых летом и не видно из-за кустой листвы, теперь ясно вырисовывались с тончайшим кружевным узором ослепительной белизны. От каждой ветви как будто лилось сияние. Плакучая береза, колеблемая ветром, казалось, ожила. Длинные ветви ее с пушистой бахромой тихо шевелились. Точь в точь как летом. Вот было великолепие. Встало солнышко. Ах, как все вдруг засверкало и загорелось крошечными, ослепительно белыми огоньками. Все было точно сыпано алмазной пылью, а на снегу переливались крупные бриллианты. Что за прелесть, сказала молодая девушка, вышедшая в сад с молодым человеком. Они остановились как раз возле снеговика и смотрели на сверкающие деревья. — Летом такого великолепия не увидишь, сказала она вся, сияя от удовольствия. — И такого молодца тоже, сказал молодой человек, указывая на снеговика. — Он бесподобен. Молодая девушка засмеялась, кипнула головкой снеговику и пустилась с молодым человеком по снегу в припрыжку. У них под ногами так и хрустело. Точно они бежали по крахмалу. — Кто такие эти двое? — спросил снеговик цепную собаку. — Ты ведь живешь тут подольше меня. Знаешь ты их? — Знаю, сказала собака. Она гладила меня, а он бросал косточки. Таких я не кусаю. — А что же они из себя изображают? — спросил снеговик. — Парочку, сказала цепная собака. Вот они поселятся в конуре и будут вместе гладать кости. Вон, вон. Ну, а значит они что-нибудь, как вот я, да ты. — Да ведь они, господа, — сказал пес. Куда, как мало смыслит тот, то только вчера вылез на свет божий. Это я по тебе вижу. Вот я так богатый годами и знанием. Я всех-всех знаю здесь. Да, я знавал времена получше. Не мерз тот в холоде на цепи. Вон, вон. — Славный морозец, — сказал снеговик. Ну, ну, рассказывай. Только не гремит цепь, а то меня просто коробит. Вон, вон, — залавился мой бёс. Я был щенком, крошечным, хорошеньким щенком и лежал на бархатных креслах там, в доме. Лежал на коленях у знатных господ. Меня целовали в мордочку и вытирали лапки вышитыми платками. Звали меня Милкой, крошкой. Потом я подрос, велик стал. Меня отдали ключницы. Я попал в подвальный этаж. Ты можешь заглянуть туда. С твоего места отлично видно. Так вот в той коморке я и зажил, как барин. Там хоть и пониже было, да зато спокойнее, чем наверху. Меня не таскали, не тискали дети. Ела я тоже не хуже, если не лучше. У меня была своя подушка, ещё там была печка. Самая чудеснейшая вещь на свете в такие холода. Я даже уползал под неё. О, я и теперь ещё мечтаю об этой печке. Вон, вон. Разве уж она так хороша? Печка-то, — спросил снеговик. — А похожа она на меня. — Ничуть. Вот, — сказал тоже. Печка черна, как уголь. У неё длинная шея и медное пузо. Она так и пожирает дрова. Огонь пышет у неё изо рта. Рядом с нею, под нею. О, настоящее блаженство. Её вида в окна погляди. Снеговик посмотрел и, в самом деле, увидал чёрную блестящую штуку с медным животом. В животе светился огонь. Снеговика вдруг охватило такое страшное желание. Прям как будто зашевелилось что-то. Что-то такое нашло на него, он и сам не знал, и не понимал. Хотя это понял бы всякий человек, если, разумеется, он не снеговик. — Зачем же ты ушёл от неё? — спросил снеговик пса. Он чувствовал, что печка существовала женского пола. — Как ты мог уйти оттуда? — Прышлось по неволе, — сказал цепной пёс. Они вышвырнули меня и посадили на цепь. Я укусил за ногу младшего Борчука. Он хотел отнять у меня кость. — Кость за кость, — думаю себе. Они сердились, и я оказался на цепи. Потерял голос. Слышишь, как хриплю? Вум-вум! Вот тебе и вся недолго. Снеговик уже не слушал. Он не сводил глаз подвального этажа. С комарки ключницы, где стояла на четырёх ножках, железная печка с величиной самого снеговика. — Во мне что-то странно шевелится, — сказал он. — Неужели я никогда не попаду туда? Это ведь такое невинное желание! Отчего же бы ему не сбыться? Это моё самое заветное, моё единственное желание! Где же справедливость, если оно не сбудется? Мне надо туда, туда, к ней прижаться, к ним, а что бы то ни стало, хоть бы разбить окно! — Туда тебе не попасть, — сказал цепной пёс. — А если бы ты и добрался до печки, то тебе конец! Ум-вум! Мне уже и так конец подходит! Того и гляди, свалюсь! Целый день снеговик стоял и смотрел в окно. В сумерке комарка выглядела ещё приветливее. Печка светила так мягко, как ни светит ни солнцу, ни луне. Куда им? Так светит только печка, если брюшко у меня набито. Когда дверцу открыли, из печки метнулось пламя и заиграло ярким отблеском на белом лице снеговика. В груди у него тоже горело пламя. — Не выдержу, — сказал он, — как мило она высовывает язык, как это идёт ей! Ночь была длинная, длинная, только не для снеговика. Он весь погрузился в чудесные мечты. Они так и трещали в нём от мороза. К утру все окна подвального этажа покрылись прекрасным ледяным узором, цветами. Лучших снеговик желать не мог бы, но они скрыли печку. Мороз так и трещал, снег хрустел. Снеговику радоваться, да радоваться бы! Так нет! Он тосковал о печке. Он был положительно болен. Но это опасная болезнь для снеговика, — сказал пёс. Я тоже страдал этим, но поправился. Он, он! О, будет перемена погоды! И погода переменилась. Началась оттепель. Зазвенела копель, А снеговик таял на глазах. Но он не говорил ничего, Не жаловался. А это плохой признак. В одно прекрасное утро Он рухнул. На месте его торчало только что-то вроде Железной согнутой палки. На ней-то мальчишки и укрепили его. Ну, теперь я понимаю его тоску, — сказал цепной пёс. У него внутри была кочерга. Вот что шевелилось в нём. Теперь всё прошло. Вум! Вум! Скоро прошла и зима. Вум! Вум! — лавил цепной пёс. А девочки на улице пели. Цветочек лесной, Поскорей распускайся. Ты, вербочка, мягким пушком одевайся. Кукушки-скворцы прилетайте. Весну нам красну воспевайте. И мы вам подтянем. Ай, люли-люли! Деньки наши красные Снова пришли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова